Команда Олимпия 2013 провела один из самых успешных своих сезонов. В этом году 11-летние звездочки покорили разные хоккейные корты. Так в марте они взяли золото последнего этапа соревнований между командами СФО. Конкуренция там была сильная, поэтому в заключительных матчах парням было непросто. На первый сезон у Олимпии более глобальные планы. Среди них победа на первенстве России. Мне очень понравился сезон тем, что мы участвовали на России. Очень понравилось. Мы заняли второе место по всем командам в России. Следующий сезон у нас пройдет, что мы выйдем в группу А и попытаемся занять первое место. Какая у тебя мечта связана с хоккеем? Попасть в Анхелл и выиграть кубок Стэнли. За иркутскими юниорами следят без преувеличения во всей стране. Многие из этих ребят на карандаше у скаутов больших российских клубов. Сегодня игрокам Олимпии и другим командам, проявившим себя в прошедшем сезоне, также вручили спортивные разряды. Показали хороший уровень. Ребята, считаю, очень сильно добавили, занявшие первое место. Сейчас у нас планы какие? Сейчас заканчиваем сезон. Будет пауза около полтора месяца. И будем готовиться на сборах уже в августе к следующему сезону. Хоккейные клубы такие, как «Сокол», такие клубы, как «Санкт-Петербургская». То есть очень много ребятишек, конечно, уезжают. Но опять же уезжают из-за чего? Что у нас здесь нету ЮХЛ, МХЛ, команды мастеров. Они едут, естественно, там, где есть дальше продолжение. Хотелось бы, конечно, чтобы в Иркутске у нас также дальше развивался хоккей. Чтобы ребята не уезжали, оставались здесь играть. И росли, и, так сказать, радовали своих болельщиков. Награждение стало завершением сезона детского хоккея в Иркутске. Отметили шесть городских команд. Помимо вручения почетных грамот и значков со спортивными разрядами, руководители профильных федераций вместе с родителями обсудили перспективы развития детского хоккея в областном центре. Всероссийские соревнования, на которых ребята участвуют, это в первую очередь. Ну и, естественно, те команды, которые именно в городе Иркутске заняли достойные места на той же золотой шайбе, на областных соревнованиях, на городских, на всероссийских. Это именно городские команды, не областные. Сейчас в областном центре тренируются более 20 детских хоккейных команд. А городская федерация проводит десятки разных турниров. И впереди мальчишек ждет еще очень много побед. Александр Гаврилов, Юрий Рябчиков. Новости сейчас. Субтитры сделал DimaTorzok